Всем привет, друзья! Вы на канале Iron King. Я Йонго Рисманбеков. И сегодня мы поговорим с мастером спорта международного класса Шабос Нигматулайв. Всем привет! И сразу же возьму БК за рога. Сколько у тебя на счету боёв? Увы, там дофига. Не считал я. В одно время я считал, а уже потом, как бои нарастали, уже перестал. И перестал. То есть ты сейчас говоришь о профессиональных боёвах? Нет, любительских. Профессиональных нету. Пока нету. А чем же они отличаются? Ну, любители более такие, ну скажу, там соревнования, например, 5 боёв, да? Готовься на 5 боёв, там 4-5. А профессионал это более шоу такое. Ну, любители более такое спортивное. Как ты пришёл в бокс? Вот что тебе нравится в боксе? Кроме того, что у тебя отец тренер по боксу. Ну, у меня здесь, как я родился, меня сразу в зал поставили, но... То есть люлька была в зале, да? Кроме актива. Не, вот дети, мой ещё брат тренировался. И как бы, чтобы дома зря время идти, отец брал с собой просто играть, смотреть. И как бы так затянуло. По смене, по смене. То есть тебе самому нравится? Это твой выбор? Я смотрел со стороны, смотрел на брата, на отца, как тренируется. Понравилось. Но я пробовал другие виды спорта, но там не такое ощущение, как в боксе. А что именно пробовал? Ну, например, у меня атлетика. Бегаешь, ничего. Бегаешь, бегаешь. Бокс все же самое есть, но там как-то выходит на ринг один-один. И вот этот дух, который вот, дух борьбы. Это бы лучше. На мой. Как боксер может понять, что он стал уже профессионалом? Ну, это у всех по разному. Некоторые могут вообще не заниматься любительными боксами, и сразу пойти профессионалом. Там шоу, деньги. Там, основное, только деньги зарабатывают. Редко кто идет туда, чтобы расслабиться, да? Ну, там, ну, есть такое, но, в основном, это деньги вести. А кто боксирует любителя, старается сначала добиться успеха в любительском ринге, а потом уже пойти профессионалом. Потому что, если ты не боксирует любителя, в профессионалах тебе нечего делать. Сложно подняться, сильнее денег у тебя, поддержки. Сложно, тяжело. Крутую тему ты затронул насчет денег. И сколько у тебя уходит на подготовку, скажем, вот последняя твоя поездка была в Индию, да? Ну. Сколько у тебя уходит денег на подготовку? Ну, на подготовку мы особо не тратим медикамент. Наверное, все на здоровую пищу дома. Ты рыбишься. Деньгами занимается мой отец. А, класс. С матерством. То есть, он и менеджер, и твой тренер, да? Да, и тренер, и менеджер, и доктор, все в одном. Ну, тебе повезло. Тебе повезло, скажем. В 2017 год. Бой в Ташкенте за... Выход в полуфинал. За выход в полуфинал. Это чемпионат Азии, да? В чемпионате. Я попал там в Бек Тимиро. Он узбекский боксер в финале Олимпиады и финале чемпионата мира. Хороший боксер. Там мы разыграли путевку на чемпионате мира, и, как бы, каждый вес давал, давал только пять мест. Если бы я его выиграл, я бы взял путевку. Но так как это бой был с Дзюксаней, а он боксер неслабый, знаете. У меня была цель боксировать, чтобы не выиграть, а чтобы хорошо пройти бой без травмы. Потому что если бы я вот проиграл, а на следующий бой за путевку у меня там был противник из Малайзии. Ну, как шансы большего выиграть? Вот, я на следующий бой вышел, его в втором раунде досрочно выиграл. Молодец. То есть, у тебя свой проход был? То есть, ты должен через него выйти? У нас цель была в чемпионат мира попасть. В чемпионат мира? Через Малайзите? Да. Да. Круто. А это кто придумал? Отец или ты? Брат. Красавчик. Брат. Были у тебя в жизни моменты, да, когда ты говоришь, когда же этот раунд закончится? Недавно я ехал в Индию, там первый бой в Таиланде попался. Такой крепкий. Бью-бью-бью. Голова летит. Но оттуда каждый болел, но наоборот больше, больше, больше. Не знаю, встать свой бокс. И третий раунд заходит такой, о, слава богу, закончилось. Вот давай вернемся к узбекскому боксеру. Он был намного опытный, да? Ну да. То есть, не будем лукавить сейчас. Ну, я с ним еще встречался уже на чемпионате Через Молодежи это было, в финале. Это до этого боя? Да, это до этого. Это еще в 2014 году был. В чем было его преимущество? Вот, по-твоему? Ну, он такой боксер. Необычный. Он пришел из карате, и у него манера более непонятная. Он ударовый летать не незакуда. Просчитать сложно его. Ага. Такой неудобный, корягый боксер. Но был очень... Он сильный боксер. Не, бой был очень достойный. Хороший бой был. В личной жизни. Ты уже не молодой, там, девочки, там, подружки. В личной жизни... Ну, это особо не интересует. Как бы не интересует. Вот это ты зря сказал. Сейчас ребята подумают, что мы разговариваем с какими-то нестандартными. Не, было у меня. Просто я понял, что это не нужно пока. Сейчас у тебя единственная цель двигаться вперед в боксе. Да. Моя цель это Олимпиада. Олимпиадская золота. Мечта. Я еще здесь был, папе написал. На листочке вот это. На свое время я займу золото Олимпиадское. Мечта моя, да? Круто. У него это лицо сейчас ворхлонится. Ближайшая Олимпиада когда? В двадцатом году в Токио. Через два года. Чтобы тебе туда попасть, что тебе нужно? Сначала вылезать в публику. Третий раз. Потом поехать в Азию. Там занять путевку. Потом чемпион мира. И там еще путевку завоевать. И потом только Олимпиаду. Ну, ты и намерен, да? Ну, да. Серьезно. Ну, давай, давай. Есть еще понятие, да? Коронный удар. Ну, да. У тебя он есть? У меня это правый прямой. Да. Правый прямой. И левый боковой любви. Ну, это же хорошо проходит. Не банан, зато эффективный. Эффективный? Сколько моментов было, чтобы с боками падали? Ну, такой, чтобы падали левые. Потому что любитель бокса напечатки там вот такими прокладками. Там редко получится. Ну, были иногда у нас считали. Справа прямой. Левый боковой. Челюстно так поворачивали. Так, стоп. Получается, плечатки тоже отличаются? Ну, да. Правильно. Ну, там как блинчик. Там вообще, там кулаки прямо. Да. Там удары болезни есть. Ты сильнее бишь. А любитель, там все раз, как бы любительский, расчета на казис боевых и защита травм меньше было. Но сейчас, не знаю, шлем убрали. Для чего не знаю. Как бы любительский уже почти ничем не отличается. Только перчатки там. Форма. Количество раундов. Все. А у тебя были тоненькие перчатки? Нет. Нельзя же выступать в любительском. Ну, а если ты технично их оденешь? Нельзя там проверять. Проверять? Да. Блин. Надо выходить честно. Но мы ж тут тучки можем сделать. Нельзя. Нет? Нельзя? Блин. Худший бой в твоей карьере? Худший бой. Такого не знаю. Не помню. Много было неудач. Много. Ну, хайп. Так и это, с двухстиной становится опыта набираешься. На выигрышника опыта не наберешь. Учишься на ошибках, на проигрышах. Проигрыши тоже нужны. Согласен. Да. Как говорится, это не поднимешься пока не упадешь. Ну, слава богу, я не упаду. Надеюсь. Не пойму. Нокдаунды были? Нет. У меня не было. Не было? Не было. Расскажи нам, пожалуйста, о чемпионате в Индии. Ну, там был открыт чемпионат в Индии. 23 страны участвовали. Приехали боксеры из клуба Узбекистана. Первые номера. Казахстан. Правда, не первые, но все равно нормальные партии. То есть, интересно было? Да, интересно. Очень. Очень синтутно. Ты взял там третье место. Да. С чем я тебя поздравляю? Это тоже как бы достойно. То есть, на пьедестале ты все равно стоял. Да. И что же там чувствовал? Ну, тут третье место не как на первом. Но когда выходишь на первое место, там такое чувство эйфории, такая гордость. То, что ты вот... Когда звучит гимн страны, вообще кайф такой. Гимн страны, гордость. Флаг задымает. Да. Это тебя возмущает. Еще отец там смотрит. Да, отец вообще классно. Слезу не пустил? Не видит. Нет. Три лучших чемпионата, которые для тебя, допустим, где ты можешь участвовать и сказать то, что все, я прекращаю, мне больше ничего не нужно. Только олимпиада. Не три один, а олимпиада. Если выиграли олимпиадское золото, это может быть вот конец, да? Но если я захочу, то могу в профессионалы пойти. Потому что дальше олимпиады уже ничего нет в профессионале. Я люблю на боксе. Самый пик – это олимпиадское золото. Для каждого боксера? Да. Для каждого. Даже те, кто в профессионалы ходят, они жалеют то, что в любительском языке у них нет золота. Это самый пик. Ну, то есть ты хочешь сказать, в 2020 году, если ты выиграешь золото, ты… Да, могу прекратить. Прекратишь карьеру. Я желаю пойти в профессионалы денег зарабатывать. Хорошо. По твоей версии, есть какие-то другие титулы, которые в профессиональном боксе нужно взять? Ну, там есть четыре самых титула. ВБЦ, 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 ВБА, ВБО. Еще и ВБЦ, пять основных. Если их пять завоюешь, то ты абсолютно чемпион мира. А пока эти стилы у тебя нет, то ты не чемпион мира. Это все сказка. Там дофига чемпионов. Таких. Ну, да. Топ-версии разные. Задут свой титул, и вот чемпион мира нет. Это фигня все. Да. Как ты относишься к Майвезу? Майвезу классный вообще. Легенд. Он умный. Очень умный Максим. И очень богатый. Очень богатый. Он правильно заработал. Боксирует, то есть. Знаешь, что это бокс, это шоу, деньги. Он как стоит заработал. Угу. Ну вот, у него, как ты думаешь, есть вот эти титулы, которые ты назвал? Да, у него все были. Все пять? Да, он побежденный. Пятьдесят боев, пятьдесят ноль. Ну, видишь, у него пятьдесят боев. Он очень, по-моему, на самом деле. Он настоящий. Ну, почему-то у них запоминают. А ты не помнишь, сколько у тебя боев. Очень интересно. Так-то. Ну, хай-то, везде афишируют там рекламу, это все это. Видно, в СМИ-то. Сейчас будет такая вот некая игра у нас с тобой. Я буду говорить плюсы и минусы в боксе, а ты будешь комментировать, ты с ними согласен или не согласен. Это не мои слова, не слова улика оператора, да? То есть это мы… Я нашел в общем понятие о боксе. Ты, наверное, знаешь, что такое солнышко Депси и коронка Флойда. То есть обычные люди этого не знают или ты не согласен этим? Да нет. Некоторые обычные люди все знают, а боксеры, может, ничем не знают. Ага. Что, как интересуется? Второе. Вы способны отличать нокаут от нокдауна? Ну, естественно. Нокаут, когда ты ударишь, все, сопринг вырубился уже. На насильник его отвезли. Блин, считает, минуту он лежит, там нокаут, это считается глубокий такой. А нокдаун, когда ты бьешь, это легкое потрясение, когда он в легком нокдауне. Мы можем на секундное мгновение сюда отсчитывать ему. Поединок боксеров по телевизору для тебя не пустая рука? Ну, естественно, там смотришь на его движения, на контратаки, что он делает. Это не просто там, как многие говорят, машешь кулаками, что-то такое, да? Нет, там есть красота своя. Окей, следующий плюс. Вы можете проверять друзей, одногруппников печень? Да, иногда бывает. Я в школе так делаю. В школе так делаю. В школе так делаю. Все, в школе так делаю. И все, и все. А девушки вас любят? Не знаю, возможно. Некоторые мне любят, а некоторые мне нравятся, а кому-то не нравится. Таисина, поклонниц нету? Не знаю. Не пишут. Не знаю. Но пишут, а я особо не знаю. Ты слишком скромный боец. Окей. Фильмы о боксерах для тебя больше понятны? Ну да, там. Кто как он это добивается через пот в кровь, как говорят. Боксеры понимают, как это тяжело работать в зале. То, что в ринге это самое легкое. Когда соревнования, о, наконец отдохну на ринге, да, боксаешь. А самое сложное в зале. Когда ты мучаешь, когда ты через немагу, да? Да. Бокс формирует в человеке такие личные качества, как смелость, трудолюбие и сдерживость. Да. Многие говорят, зачем тебе бокс, да, например. Чего побился, добился от медали. Но это не так. Там бокс, как бы для мужчины, он тренирует характер, закаляет характер. Волю, дух твой. Например, если в жизни у тебя попадут сложности, ты не сломаешься. Потому что в боксе ты это переборол в себя. Ну вот, насчет сдержанности, я немножко не согласен. Нет, я сдержан. Многие не так. Нет, боксеры сдержан, конечно. Которые я знаю, все сдержаны. Хорошо. Следующее. Вы не страдаете безделием. То есть, сколько у тебя времени уходит на... Кроме тренировок и зала? Ну, я еще учусь. Я в студенке, поэтому времени вообще нет у меня. Домой приходишь сразу в уроки, курсовые там. Последнее. Вами гордятся родители. А, спросите, у гордятся родители, наверное. Ну, естественно, они говорили, да, конечно, гордятся. Чем если сын будет гулять на улице безделием, то закуривать там и что-то еще такое. Согласен. Лучше тренироваться, да? Согласен. Лучше тренироваться. В принципе, с плюсами все. Сейчас у нас начнутся минусы. Давайте. Боксера принято считать тупым и агрессивным. Нет. Нет. Хороший боксер, тупой боксер далеко не пойдет. Потому что бокс надо думать. Нет. Следующий момент. Когда тебя спрашивают, у тебя были нокауты? Никогда не было, слава богу, не будет. Тебя это не раздражало? Нет. Ну, когда тебя, то есть... А, спрашивают? Да нет. Набора не было. Чего хочешь? Нет. А было такое, что когда тебе друзья там говорили, что ты задолбал со своим боксом? Ну, нет. Я в жизни особо это не знаю. Ну, почти никто не знает, кто на меня смотрит. Думает, да, по тайне хорошо очки одену в своем универе. Никто не знает, что боксер. Потому что я хожу скромно так. Никому не говорят. Особо не хвастаюсь вообще. То есть ты ни с кем, ну, с друзьям не обсуждаешь? Нет, пока ни с кем, просто не обсуждаю. Особо не люблю боксов, когда я люблю тренироваться в зале и все такое. Сломанный нос? По-моему, да. Все, я не знаю, меня не помню так, но по-моему, сломанный. Я не знаю. Серьезно. Ты красавчик. Постоянно слишком за весом? Да нет. Я высыпаю, что я 81 кг. Раньше гонял, но сейчас набор надо даже раньше собрать, потому что я не довез. Вещь идет 79-80. А твоя цель? Цель моя? Ну, сколько набрать? Ну, 5 кг, чтобы сгонять, чтобы сушеным, что-то такое. А то у нас соревнования танцы соперники выше, больше. И немного сказывается то, что они тяжелее немного. Тяжело становится. Поэтому надо набрать много веса. Тренировки требуют финансов? Ну, как бы. Только питание, все, если так здесь. Медикамент, чтобы цель нужно же, чтобы добиться высокой цели. Спортивная добавка для поддержки. Ну, да. А Мексилот, чтобы мышцы не забывались, то-сё. Такое. А у вас же, ну вот, есть специальная экипировка, да, одежда, там, плечатки. Это что же делать? Да не, взял шторы, старые шорты, краскеты, они одеты. Фатайские. Если очень сильно захотеть, да? Фатайские. Тебя бесит, когда бокс сравнивают с борьбой? Да нет, что-то нам бесит. Знаете, какое отличие бокса от борьбы? Например, вот, в улице, например, толпа пришла. Боксер может отбиться от толпы, если одно упало от другого. А борец, он хорош в борьбе один-один. Когда ты борешься одним, ты же не будешь с несколькими людьми сразу бороться. Вот это разве все. То есть преимущество боксера в том, что он... Он может в толпе, да, а борец хороший, когда в драке один-один. Вот так. Ага. Потому что, в целом, когда совсем не поборешься, запинает ее, как это... При драке ответственность лежит на тебе. Было такое, что ты с друзьями идешь... Ну... Ну, там под боксером... Ну, все надеются на тебя давать под боксерами. Нет. Ну, у нас не было такого. В школе, когда он маленький, там бьешь, подесь и убегаешь там. Правда, что боксеры рано уходят на пенсию? Мы тоже не знаем. Поживем, увидим. Поживем. У всех по-разному от бокса не зависит. Человек может там курить алкоголь, то есть... Ну, может даже сто лет, да, бактери... Может заросить человек, нафер всю жизнь заниматься и умереть рано. Оказавшись перед Мухаммедом, Али, что бы ты ему сказал? Пожал бы руку... Не знаю уже... Пожал бы руку сказал, вот... Коржусь этой... То есть... Хотел бы стать таким, как вы, например. Шабос от нас. От нашего спонсора. Я тебе подарю притренник, который ты можешь употреблять перед тренировкой. Он тебе даст хотя бы на 20% больше энергии. Употребляй на здоровье. Если меня не будет видно, значит лучше не употребляйте это. Если пропаду... Ну, ты можешь смело. Давай, если... Ты можешь оставить свои комментарии. Понравилось, не понравилось. То есть скажи потом. Да, без проблем. Было. Офигенно. Друзья, с нами был Шабос с Нигматуллайв. Я, Йод Горис Ломбеков. Пока. Занимайтесь спортом.